МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Увлекательный детектив, шпионский боевик и романтическая драма. Истории, взятые из жизни. Собственно, это и есть сама история. История Казахстана, неотделимая от мировой. Смотрите прямо сейчас. Наша версия. Рефлекшнс он хистори. Священная земля. Серебряно-песчаная гамма с пронзительно-небесным. Задевают края облаков памятники нерукотворные, настолько необыкновенные, что с трудом верится в их естественное происхождение. Поражает воображение, созданное человеком. Каменные святилища, до сих пор не раскрывшие своих тайн. 25 миллионов лет тому назад океан с земли поднимался. И океан постепенно-постепенно отошел. Вот это место, которое мы видим, когда-то было под водой. Дно первобытного океана Тетис, испещренное следами загадочных цивилизаций. Полуостров Мангестау. Кем в безводной пустыне были возведены уникальные памятники архитектуры? И почему эта мертвая земля, где могут жить лишь камни, так притягивала к себе сотни проповедников и миссионеров? Полуостров Мангестау называется полуостровом 365 святых. Говорят, что в Мангестау семь родов приходило и семь уходило. У каждого рода племени были свои святыни. В этом месте есть знаки, которым никто еще не смог найти объяснение. Вот на этом сооружении тоже видно необычные знаки. Глава первая. Сила огня. Палатки собраны, припасы уложены, камеры наготове. Сезон охоты на мангестауские загадки можно считать открытым. Спустя десятки километров одна из них на горизонте виднеется культово-мистический образец архитектуры в Средневековье – Шакпаката. Мы сейчас находимся в одной из красивейших подземных мечетей Мангестау. Ее строительство многие ученые в своих работах относят к XIV веку, некоторые – к XV. По другим данным, памятник относится к более раннему периоду. Уж слишком необычная конструкция в форме креста. Предположительно, этот храм был построен либо ранними христианами, либо последователями зороастризма. О возможном присутствии последних говорят следы копоти от жертвенного огня и световой колодец. Он не только пропускал солнечный свет в святилище, но и служил выходом для дыма. Апликоспийская низменность. Откуда выходит наша культура, наши истоки. Здесь это центр больших цивилизаций в древности был. И поэтому, конечно, вот эти все персонажи, они попали в мифы, попали в легенды. И сам Зарасца, который сюда вышел. Впрочем, согласно последним исследованиям, возведение этого храма началось еще в дозороастрийские времена, примерно в IV веке до н.э. Мастерство древних строителей поражает, особенно по части законов распространения звука. Конечно, видно, что мечеть строили высокообразованные люди. При строительстве сохранились законы акустики. Когда преподаватель, сидя там, читает намаз, его слышно во всех комнатах. Во-вторых, тут нет сырости. Обмен воздуха хороший, и поэтому так сухо. С этим местом вообще много преданий связано. Например, Шакпа-ката, старец Кремень. Это не имя основателя мечети, а прозвище. Больше он был известен под именем Чахма-ката. В дороге, если нужно было развести костер, ему достаточно было прикоснуться одним ногтем к другому, как тут же огонь разгорался, словно по волшебству. Помимо огня, святой повелевал змеями, покровительствовал мертвым и практиковал лечебную магию. Что касается реальной жизни, настоящее имя старца – Шахмардан. По мнению академика Бартольда, жил он во времена правления Узбекхана в XIV веке. Шакпак-ката остановился в этих краях и много трудился для распространения ислама в Мангастау. Хотя пещерные храмы для традиционной архитектуры ислама вообще явление уникальное. Еще большую загадочность мангастаускому святилищу Шакпа-ката придают его на скальные росписи. Изображение лошадей и быков, отпечатки ладони – подобные рисунки считались древним оберегом, предполагают историки. Возможно, авторами этих знаков были предшественники святых старцев. Прикосновение одной ладони к другой в язычестве – это символ энергетического обмена. И, может быть, рисунки ладони были оставлены какими-нибудь древними шаманами? Глава вторая. Сила воды. Остался позади город мертвых Кенты-Баба. Центральный мавзолей – некрополис внутристенной лестницы. С какой целью ее возвели? Ученые до сих пор по этому поводу спорят. Поднимаясь по ней, муэдзины читали свои молитвы или разведчики намадов наблюдали за приближением неприятеля. Тайны – необъяснимые явления. Сколько их тут – несчастье. Припарковав железных коней, участники экспедиции с трепетом взирали на очередную загадку полуострова. Это передняя часть подземной мечети Султаны-Пе. Вот отсюда, начиная, комнаты уходят в сторону моря. Есть подземная дорога, которая ведет к морю. Секретный тоннель, построенный святым Султаны-Пе, он считается покровителем моряков, до наших дней не сохранился, как и подземный ход к колодцу. Кстати, этот источник обладает не только целебной силой, но и какими-то мистическими свойствами, нарушающими привычные законы физики. Если обычно вода течет вниз, то по воле Всевышнего эта вода течет вверх и попадает в колодец. Когда достигает уровня 2 метра, она дальше не набирается, останавливается. Если набираешь 2 ведра, то на 2 ведра пополняется вода. Если 3, то на 3. Не могут исследователи ответить однозначно и на вопрос, что это, вырубленное в скале тайное убежище или ханака последователей Хаджи Ахмета Исауи? У Хаджи Ахмета Исауи было 6 учеников. Один из них Сулеймен Бакаргани. Его еще звали Хакимата. У него было 3 сына. Аскар Мамыт Хуби. Хуби и есть султан Ипе. На счету святого немало чудес. Например, султан Ипе из Мекки в Харизм переносит для отца Каабу священный камень, оживляет заколотых быков и превращается в птицу. Но отец к волшебству сына относится скептически. И тот, обидевшись на родителя, становится невидимым. Сулеймен Бакаргани рассказал Хаджа Ахмету Исауи, что его сын связался с духами-бесами. На что Исауи ответил, что нельзя сомневаться в нем, он особенный. Если он будет относиться к сыну с недоверием, то над могилой Сулеймена 40 лет будет протекать вода. Так и вышло. Харизм, где был похоронен Хаким Ата, затопило почти на полвека. А султан Ипе, по одной из версий, обосновался на полуострове и стал обучать детей. Оказавшись в Мангастау, султан Ипе очищал эти земли от нечистых сил. Он первый святой, который подчинил себе злых духов. Местные жители, если приближались враги, либо при любых сложных ситуациях, просили помощь у него. И он помогал. Вода в Каспии поднималась и защищала людей от нападения. Помогает и сейчас. Есть поверье, что если оставить весточку для святого, завязать белую ленту на шесте у могилы, то он выполнит просьбу страждущего. По сути, здесь продолжаются традиции, которые идут еще с сакского периода. Здесь продолжаются традиции гуннского периода. Здесь продолжаются традиции тюркского периода. Глава Третья – сила земли. Объехать за один раз все необыкновенные места полуострова невозможно. Закружившись в облаке мельчайшей пыли, пропали из вида разваленной крепости богатого мегаполиса Кызылкала, Петроглиф и Камысбая, легендарная Шеркала. Удивительное место. Очень интересно. Я там был несколько раз, и каждый раз это место меня всегда удивляет. Здесь вообще все удивляет. Следующая остановка особенно. Похоже, еще один зарастрийский храм. Все атрибуты совпадают. Каменные ниши, в которых хранятся кости умерших, высеченные на скале знаки и даже некоторые традиции. Вот эти два дерева – деревья желаний. Их нужно обойти три раза, и Всевышний услышит ваши просьбы. После того, как выйдете, с правой стороны есть желтая дверь. Это мечеть Шопана Та, где он совершал свои молитвы. Вырубленная в скале на старом караванном пути в Хоризм, она тоже связана с именем великого хаджа Ахмета Исуи. Есть легенда, что он собрал своих учеников в юрте и сказал, что они должны будут выпустить стрелы через Шен-Ирак, а где их потом найдут, там и будут проповедовать. По другой версии, святой сам забросил свой посох. Так ученики и последователи хаджа Ахмета Исуи распространились по всему тюркскому миру. Был у него 3363 ученика, другие рассказывают 14 тысяч. И после смерти хаджа Ахмета ученики его, называемые Мюриды, разошлись в разные стороны. И 363 из них пришли на полуостров Мангистау. Так гласит предание. Свою судьбу ученик по имени Шопана Та нашел рядом с аулом богатого скотовода Баяна и нанялся к Баю пастухом Шопаном. Однако Бай вскоре догадался, что в работниках у него непростой человек, и женил его на своей дочери. Позже Шопана Та построил подземную мечеть у вершины той горы, на которую упала его стрела. Насколько нужно было быть просвещенными и в области физики, и в области математики, астрономии, я уже не говорю о социальных науках, для того, чтобы именно обжить такие места. От Шопана Та до следующего чуда архитектуры чуть больше 70 километров по укатанному грейдеру и 20 минут пешком по дороге, вымощенной ракушечником. Еще одна подземная жемчужина края – мечеть Бекета Та. Если говорить о Бекета Та, он был великой личностью. Еще с раннего возраста он знал, что знаний, которые он получает от своего отца, недостаточно. Будущему проповеднику посоветовали обратиться за помощью к святому Шопана Та. После чего Бекета Та три дня ночевал у могилы Шопана Та. Получил его благословение и отправился в Хиву. К концу жизни он вернулся на родину и построил четыре подземных мечети. Расставился не только как талантливый строитель, но и как воин, целитель и мудрый учитель. Считается, что просто упоминая имя Бекета Та можно отвести виду. А молитва в подземном храме вообще творит чудеса. Легенд в этом краю ни на одну энциклопедию хватит, но вот ни в одном справочнике не написано, кто помогал святым возводить уникальное сооружение. Кто эти неизвестные строители, представители местных племен или действительно ученики Исуи, как и в преданиях указано, самые загадочные памятники архитектуры возвели в одиночку. Эпилог. 362 тайны. В средневековый период истории полуострова вообще окутан ореолом мистики. Именно в это время сюда устремились сотни мюридов Исуи. Если быть немного точнее, 362 святых или 365 по числу дней в году. Исследователи пока не сошлись в едином мнении. Чем же так привлекла бесплодная пустыня учеников великого философа? Ведь не зря человек, оказавшись в этих местах, получает огромный заряд энергии. И в то же время некоего очищения, очищения прежде всего духовного, прилива сил физических. Возможно, все дело в самом Мангестау. На этом древнем перекрестке цивилизации можно обнаружить отпечатки гиперборейской, ацтекской, индуистской и древнеегипетской культуры. Как уверяют некоторые исследователи, подземные семь комнат Бекет-Ата повторяют расположение помещений в пирамиде Хеопса. Впрочем, здесь вообще легко верится в любое, даже самое фантастическое происхождение артефактов. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова